Тверская областная суда Мотив преступления – деньги По нашим данным, между проживавшими в Торжке членами семьи Тертеряна и другой семьей возник конфликт, обусловленный конкуренцией в предпринимательской деятельности Отсюда и последующая личная неприязнь Публичные взаимные оскорбления и ссоры происходили длительное время, пока не дошло до кровопролития Тогда, 13 лет назад, мы выезжали в Торжок, сразу после совершения преступления Страшные два выхлопа страшенных, как война началась Выстрелы прозвучали в полдень 23 июня здесь, у дома номер 3 по улице 3 Кировская в Торжке Кровавая драма разыгралась на глазах у жителей дома Началась стрельба Он один сидел в засаде, в траве И как раз он начал стрелять Потом вышли из машины еще один Он, ну его тоже застрелили Спустя несколько минут, когда к месту происшествия выехала следственная оперативная группа Выяснилось, что жертвами покушения стали 33-летний житель Торжокского района Качеван Габрелян И 29-летний житель Торжка Артаваст Аргурян Данные граждане были застрелены из огнестрельного оружия На место происшествия незамедлительно выехала оперативная следственная группа В составе сотрудников ОВД по Торжокскому району Управление по борьбе с организованной преступностью А также сотрудников Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации В настоящее время проводятся неотложные оперативно-следственные и разыскные мероприятия Направленные на установление лиц, совершивших данное преступление На месте преступления обнаружено несколько гильз Предположительно от охотничьего ружья и пистолета ТТ После выстрелов потерпевшие были еще живы Оба скончались по дороге в больницу По словам местных жителей, Габрилян и Аргурян официально числились безработными Занимались бизнесом В тот же день в Торжокском межрайонном следственном отделе Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Убийство двух и более лиц На протяжении 12 лет следственными органами А также сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД Не прекращалось проведение следственных действий И оперативно-розыскных мероприятий Направленных на установление местонахождения лиц Совершивших указанное преступление Проверялись различные версии случившегося Следственными органами фигуранты были объявлены в международный розыск 3 июня 2019 года Место нахождения одного из злоумышленников Было установлено на территории Итальянской Республики Где обвиняемый проживал по подложенным документам на другое имя После чего 1 августа 2020 года он был экстрадирован в Российскую Федерацию И в тот же день помещен под стражем Тверской областной суд признал Рафика Тертеряна виновным И назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет В колонии строгого режима О решении апелляционной инстанции мы сообщим в патрульной службе Необходимо отметить, что в Следственном управлении Регионального Следственного комитета России На протяжении многих лет эффективно работает группа по анализу и раскрытию преступлений прошлых лет В которую входят квалифицированные следователи Следственного комитета Криминалисты Следственного управления Ветераны следственных органов А также оперативные сотрудники МВД Системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса Принципы неоторотимости наказания И привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в прошлые годы Принципы неоторотимости